Здравствуйте! Вы смотрите программу «Простые вопросы» и сегодня мы обсуждаем еще одну медицинскую тему. И у нас в гостях главный хирург, заместитель директора по хирургической части клиники «Варикоза.нет», врач-хирург высшей категории, хирург-флеболог, кандидат медицинских наук Игорь Атаманкин. Игорь Владимирович, здравствуйте! Здравствуйте! Ваша клиника открылась в Мордовии буквально полгода назад, 1 сентября 2021 года. Что можете рассказать о работе клиники по прошествии 6 месяцев? Хотел бы сказать, что да, мы открылись более полугода назад. И за это время, надо сказать, что деятельность достаточно была успешной. Осмотрено более полутора тысяч пациентов с варикозной болезнью нижних конечностей. И прооперировано порядка более 300 пациентов. Всем оказана высококвалифицированная помощь. Но надо сказать, что мы завоевываем доверие жителей Саранской Мордовии. В чем же причина? Расскажите, какие особенности медицинских услуг, которые оказывает клиника варикоза нет? Клиника варикоза нет специализируется на лечении варикозной болезни методом внутрисосудистой лазерной коагуляции под УЗИ наведением. При такой методике вся операция выполняется через проколы. Минимальная травматизация позволяет пациенту сразу после операции встать на ноги, вести обычный образ жизни. Единственное, что требуется, это являться с очередной периодичностью на послеоперационные осмотры с целью УЗИ контроля коагулированных вен или еще удаленных вен. Знаю, что операции лазером – это такая немного новинка в этой сфере. Расскажите, в чем преимущество именно таких операций перед традиционными, которые, скажем так, выполняются консервативными методами? Ну, говоря обычным языком, традиционное оперативное вмешательство, несмотря на то, что на протяжении нескольких десятков лет с момента появления себя неплохо зарекомендовало, в настоящее время ведущим флибогом все больше оставляется в стороне. Связано это с тем, что, конечно же, восстановительный период после традиционного вмешательства занимает достаточно продолжительное время, может, до месяца быть. В то же время лечение вирикозной болезни методом внутрисосудистой лазерной коагуляции под узиноведением, как я уже отмечал раньше, проводится через проколы. Минимальная травматизация позволяет пациентам сразу после операции вести обычный образ жизни. Можно сказать, и не уходить на листы неториспособность, если там не бывает каких-то отдельных показаний для этого. Но это небольшой процент. Насколько нам известно, в Саранске вы не единственные представители в этой сфере. И расскажите, в чем же отличие вашей клиники от ваших конкурентов, если можно их так назвать. Да, вы верно заметили. Такие клиники, которые занимаются лечением вирикоза, скажем так, лазером, в Саранске существуют. В них работают вызывающие, с моей стороны, симпатии, уважения доктора, с которыми я, в общем-то, с некоторыми даже знаком лично. Но надо отметить, что у клиники вирикоза нет. Есть главное преимущество, и само оно стоит в организации диагностического и лечебного процесса. Но, для начала, в других клиниках оперативное лечение, к сожалению, носит гастролерный характер. То есть проводится набор пациентов местным врачом, а в назначенный день приезжает приглашенный хирург, ну, как правило, это из Москвы, и проводит все оперативные мешательства, после чего уезжает. Клиника вирикоза нет, обеспечивает постоянное присутствие врачей, проводящих весь комплекс мероприятий, диагностику, оперативное лечение, послеоперационное наблюдение. Основного контингента оперативных врачей на настоящее время являются жителями города Саранска. Но в то же время имеют многолетний опыт работы в лечебных учреждениях города Москвы. То есть, можно сказать так, что московский опыт переехал в город Саранск. И для того, чтобы оперировал какой-то приезжающий хирург из Москвы или из других каких-то больших городов, уже не требуется. Кроме того, на всех этапах оказания медицинских услуг к нашим докторам можно прийти, поговорить, получить дополнительную консультацию, помощь непосредственно от исполнителя оперативного вмешательства. Эти доктора никуда не исчезнут и не уедут в Москву. Клиника вирикоза нет в Саранске. Это часть обширной сети. Порядка 70 различных клиник имеется по всей России. Благодаря такому охвату поток пациентов, получающих медицинские услуги в сети вирикоза нет, во много раз превышает поток пациентов иных клиник. Это позволило в короткие сроки улучшить качество диагностики лечения. Обмен опытом внутри сети, проведение внутрительной конференции давно стало для нас, скажем так, обычной практикой. В любой нестандартной ситуации, с любым сложным, в диагностическом и лечебном плане, очень быстро можем получить какое-то другое мнение, а если надо, и третье мнение. И верно определить тактику лечения для пациента. Такая организация лечебного процесса позволяет совершенствовать технику выполнения оперативных вмешательств и уменьшить вероятность возникновения рецидивов вирикоза. Игорь Владимирович, давайте продолжим тему рецидивов. Наверное, это самое страшное, что представляется людям в голове. Вот расскажите, при вирикозной болезни насколько часто это случается, в чем причины, как, может быть, этого избежать? Да, что греха таить, конечно же, рецидивы, или, точнее, повторения вирикозной болезни имеют место быть. Особенно, надо отметить, что чаще это все было после оперативного лечения, выполнено традиционным способом. Причина, как правило, состоит в том, что оперативное лечение выполнено традиционным способом, как правило, не сопровождается УЗИ-контролем непосредственно во время операции, что, как правило, может приводить к тому, что, ну, просто не удаляется какой-то лишний приток, какой-то лишний перфорант, который необходимо удалить, и он становится источником рецидива. Кроме того, надо отметить, что нами, да и вообще, во всем мире, накопилось большой объем наблюдений, что неполунедостаточная диагностика причин возникновения симптомов вирикоза и поспешно проведенная операция, в том числе и лазером, как раз приводит к появлению рецидивов. Иначе говоря, необходимо полноценное обследование с целью выявления причин возникновения симптомов вирикозной болезни у пациентов перед операцией. И вот как раз в этом направлении мы в настоящее время работаем. Мы в полном мере на современном уровне в настоящее время занимаемся вопросом диагностики возможности возникновения рецидива вирикозной болезни, и открыто это пациентам сообщаем. В случае необходимости проведения иного вмешательства, если у нас есть прогноз того, что возникнет рецидив вирикозной болезни, мы маршрутизируем пациентов на иное оперативное вмешательство, в том числе ведущие лечебные учреждения города Москвы, и что отмечу, подчеркну, бесплатно. Заговорили с вами о причинах. Очень интересно, есть ли возраст у этой болезни? Относительно возраста, конечно же, вирикозная болезнь – это болезнь, в большей мере поражающая людей с возрастом. Она сама по себе должна возникать только из-за того, что очень долго действуют силы тяжести, скажем так, на столб крови, который есть в нашем организме, при прямохождении, формирующейся длительное нахождение в положении стоя неподвижно, ношение тяжести. Все это приводит к возникновению вирикозной болезни постепенно с возрастом. Однако встречаются и молодые пациенты. Вот с ними, конечно, приходится максимально внимательно разбираться, потому что именно среди этого контингента в первую очередь нужно искать источник возможного рецидива. Существует мнение о том, что вирикозное расширение вены – это исключительно женская болезнь. Есть ли мужчины? Да, к нам приходят как и женщины, так и мужчины. Мужчины также беспокоятся относительно наличия у них вирикозной болезни. Конечно же, мужчины, ввиду своей особенности, как бы пытаются... Храбриться. Храбриться, да, держаться мужественно, так сказать. Ну, есть, есть, ну и хорошо, ну и буду я ходить. Вот. Но, однако, вирикозная болезнь несет в себе множество возможных осложнений от возможных тромбозов, тромбофлебитов с последующими, также возможными тромбоболениями легочной артерии. Но и даже просто хотя бы в виде трофических изменений на нижних конечностях, обезразования трофических язв, что не смертельно, но очень сильно снижает комфорт жизни, мешает нашим пациентам просто полноценно трудиться. Ну и давайте перейдем к будущему. Ну, 22-й год только-только наступил, можно сказать. Какие цели и задачи стоят перед клиникой в наступившем году? Ну, в первую очередь, конечно же, донести важность своевременного лечения вирикозной болезни для всех потенциальных пациентов, у кого есть эта проблема, необходимо с ней разбираться. Вирикоз нужно своевременно санировать. И хотелось бы донести для потенциальных пациентов, что при своевременном вмешательстве можно избежать множества осложнений и последствий вирикозной болезни. Игорь Владимирович, знаю, что стаж вашей работы практически 25 лет, и работали вы все-таки преимущественно в медицинских учреждениях города Москвы. У нас в Мордовии вы всего пару лет в качестве специалиста. Расскажите, как вы в качестве ведущего хирурга клиники вирикоза нет, видите себя в этом году, и какие перспективы, и, может быть, планы, цели ставите перед собой, как перед специалистом? Ну, да, вы верно заметили то, что основной период моей трудовой деятельности это лечебные учреждения города Москвы. Ну, в силу разных обстоятельств последние действительно пару лет я оказался в Саранске и задержался здесь, поскольку услышал призыв нашего нового главы республики о возвращении земляков на родину. И да, я чисто альтруистическими какими-то руководствовались мотивами захотел остаться в Саранске и в полной мере весь свой опыт, свои знания направить на оказание помощи медицинской моим землякам. Ну, надеюсь, что пригожусь. Спасибо вам большое, Игорь Владимирович, за беседу. И я напоминаю, гость нашей студии сегодня, Атаманкин Игорь Владимирович, главный хирург, заместитель директора по хирургической части клиники Варикоза, нет, врач-хирург высшей категории, хирург-флеболог, кандидат медицинских наук. Всем здоровья, до встречи в эфире.